САИФ Я приветствую вас, охотники, и сегодня мы разберем САИФ, охотника на чудовищ. САИФ по лору игры это прародитель такого оружия, как пила топор и пила штык. Эти орудия убийств в умелых руках могут быть очень смертоносными, но САИФ, на мой взгляд, выглядит куда интереснее. И это неудивительно, все-таки это оружие из DLC. Оно должно заинтересовать игрока, а заинтересовать есть чем. Это и мувсет, и скорость атак, и просто замечательные атаки с трансформацией, которыми вам придется очень часто пользоваться, если вы хотите добиться успеха в PvP. Так как они открывают большой простор для маневр. Обе эти атаки с трансформацией идут с небольшим рывком, по направлению атаки или обратно. Таким образом вы сможете резко вырываться и продолжать комбо, либо уходить из-за места. Также с небольшим рывком идет и обычная R1 атака. А еще стоит взглянуть на эту R2 атаку с разбега, просто на загляденье. В отличие от своих потомков, несмотря на схожесть, Саиф, я думаю, не имеет 20% бонусного урона по чудовищам, из-за отсутствия зубцов. Хотя точной информации я не нашел. Но по логике вещей должно быть именно так. Итак, чтобы владеть этим оружием, вам потребуется 9 силы и 11 ловкости. На 10 уровне расточки он будет иметь скалирование B от ловкости, C от тайны и D от силы. Соответственно, это оружие чисто на ловкость, так что трудностей с созданием билда под него возникнуть не должно. Также к этому оружию можно применить огненную, либо молниевую бумагу. Также трудностей у вас не возникнет с нахождением этого оружия. Вам просто надо проходить DLC, и он будет находиться в этой локации. Пробегаем вперед, поднимаемся по лестнице, и здесь оружие будет охранять старый охотник, кстати, с таким же Саифом. Только эта версия Саифа не совсем то, что вам нужно. Из-за типа самоцветов, которые можно в него вставить. Если вы хотите прокачать на максимальный физический дамаг, то вам лучше всего обзавестись версией с двумя радиальными слотами и одним треугольным. Ее можно купить у посланников в Ктумерском лабиринте начального уровня. Но на всякий случай я оставлю глип в описании. Кстати, там же можно купить все версии оружия из DLC, только при условии, что вы уже нашли оригинал по мере прохождения этого дополнения. Я всегда хотел прокачать такое начальное оружие, как пила Топор, так как оно фактически является символом Бладборна. Оно есть на артах, заставках, даже в Шерф Фекторе фигурирует именно пила Топор. Это оружие знаковое и прочно ассоциируется с Бладборном. Но пила Топор это все-таки оружие по большей части для билда на силу, а с моим билдом на ловкость это должна была стать пила Штык. Но все как-то руки не доходили прокачать ее, и к счастью вышел DLC с прекрасным аналогом Саифом. Что объединяет все эти три оружия, так это очень быстрые атаки в сложном виде, и микростаны, которые они дают. И если вы попадете под такой комбо, то выбраться иногда бывает достаточно проблематично. Несколько раз случалось такое, что меня просто выносили с одного комбо. Ну и от себя хочу добавить, что в ПВП с Саифом постарайтесь действовать не шаблонно. С таким хорошим усетом, с переходными атаками и при должном опыте вы сможете прекрасно владеть ситуацией, навязывать свой темп боя, врываться в комбо когда надо и уходить от ответных ударов. Да, в разложенном виде и в атаке можно достаточно легко парировать. Но здесь опять же, немного поиграв с ним, вы поймете когда и как нужно атаковать. Ну что ж, на этом я думаю все, удачи в ПВП, желаю вам поменьше ганн спамеров и хилеров соперники, не забудьте поддержать лайком и подпиской, до встречи в новом гайде!